Всем здравствуйте. Что-то у меня в последнее время многовато видео про Марио, поэтому надо бы как-то их поменьше делать. Хрен вам! Супер Марио Триделл Старс! Получайте! Сразу три игры про Марио в одной игре! Да трёх ты научился считать! Нет! Компания на 35-летие франшизы решила перевыпустить на Switch три старых игры про Марио. Это Супер Марио 64 с Nintendo 64 и с 1996 года. Игра, которая уже давно стала классикой и вообще является первым адекватным Триделл-платформером в мире. Супер Марио Саншайна вышла на геймкобе в 2002-м она вышла. Ну и Марио Гэлакси, который вышел на Wii в 2007-м. Игра настолько всем полюбилась, что на неё фанаты и в наше время делают улучшения. Например, HD текстуры, разнообразные моды. Что же показывает, насколько игра популярна даже до сих пор. И вот такой подарок нам сделала Nintendo. Ну, хотя как подарок? 3750 рублей в магазине и 4К с хреном в цифре. Поэтому сегодня будем смотреть, насколько этот сборник стоит своей цены. По заявлению Nintendo, каждая из этих игр улучшена. Посмотрим на сколько. Надеюсь, улучшена на все 3750 рублей. Расскажу о моём знакомстве с этими играми ранее. Супер Марио 64 я проходил несколько раз давным. Давно на эмуляторе, ещё ребёнком. Мне тогда лет 12 было, что ли. Или даже меньше. На эмуляторе, потому что Nintendo 64 официально в России не продавалась. Да и вообще, Nintendo 64 в России знали лишь единицы. Хотя ладно, тут я приукрасил. На самом деле, никто не знал. Да и даже если бы продавалась, то у меня бы из-за финансовой страны в 12 лет её не было. Ну, короче, вернёмся к ролику. В Марио Гэллакси я сыграл на года 3 позже. Но всё равно поиграл, прошёл. Отличная игра, ничего не скажешь. А вот в Марио Саншайн я вообще не играл. Впервые попробую его именно в этом сборнике. Вот такой вот сборник, 3 игры и саундтреки из них. Начнём в Супер Марио Саншайн. В эту игру я не играл вообще. Но так как мне нужно шарить Nintendo хотя бы из-за канала, то я хорошо знаю, о чём эта игра, что в ней было, как она работала. И прямо сразу могу сказать, что в ней точно не было. Во-первых, игра всё так же ждёт 30 FPS, как на Геймкубе. Ну, я поиграл в этот порт Марио Саншайн, и мне есть чё про него сказать. Об игре, то это игра про то, как Марио отмывает говно. И нет, это не унылая быдла шутка, чтобы там повеселить. Аха-ха, говно, смешно. Ну, типа нет, показываю наглядно. В этой игре реально отмываешь говно. Как бы к Марио процепили водяной насос, и ты должен с помощью него взаимодействовать с миром. Не знаю, насколько эта игра качественная в то время была, и насколько качественно её считают, но я уже на первом уровне столкнулся с двумя неприятными багами. Вот, например, я не могу залезть на водяное колесо. Я просто прохожу сквозь него. И чтобы мне через него пройти, мне пришлось отбежать, чтобы там как-то коллизия восстановилась и уже запрыгнуть на него. Ну да ладно, я всё же смог залезть, но всё же разочаровала. Но больше расстроил баг, когда я решил проверить, что Марио может сделать с этим усатым толстяком, и в какой-то момент меня просто кинуло сквозь решётку и застрял там навсегда. Пришлось перезапускать уровень. И это я увидел в начале игры. И учитывая, что как бы даже в Марио 64 я не сталкивался с таким количеством багов, ну такое... И вообще сама игра какая-то скучноватая, мне показалось. Тебя постоянно оставляет прыгать по одним и тем же платформам, бегать по одному и тому же уровню, хотя если Марио 64 это как-то весело, то здесь вообще как-то не весело. Мне ещё не нравится этот эффект, когда всё вокруг плывёт. Как я понимаю, это типа жара, но чё-то он меня прям бесит, не знаю, это моя, может, личная проблема. В общем, порт хороший, на самом деле. В порте растянули рамки 4х3 до 16х9. Сделал игры в Full HD, и единственное, чего не хватает, это 60 FPS. Тут прям объясню, почему не хватает. В самой игре Марио медленно бегает по уровню своим насосом, и 30 FPS вполне достаточно. Но когда тебя бросают на классический 3D уровень, а-ля Марио 3D World, то там прям чувствуется нехватка кадров, плюс платформик в игре какой-то странный. Я несколько раз умирал на этом уровне, потому что если ты нажимаешь прыжок на краю платформы, то Марио не прыгает и скользит вниз. Тебе нужно нажать прыжок ближе к середине. У меня неоднозначные чувства к этой игре, вроде бы красиво, новые механики. С другой стороны, с первого уровня меня заваливают багами, и игра сама по себе ощущается медленной и скучной. Ну, я знал, что эта игра спорная, но не понимал, почему. Теперь понимаю. Окупила ли эта игра 1 треть стоимости сборника? Ну, сам порт вроде хороший, 1080, это всё. Но 30 FPS с кривостью самой игры, конечно, расстраивает. Думаю, что эта часть прям окупила свою часть сборника. Так, наполовину. Посмотрим, что там ещё есть. На очереди Марио Галакси и Супер Марио 64. Начнём с Марио Галакси, пожалуй. Одна из самых известных 3D игр про Марио, и посоревноваться в этом титуле с ней может лишь Марио 64, наверное. В этой игре на то время революционно было то, что мы бегали по планетам, собственно, гравитации, и игра при этом очень красиво выглядела. Плюс очень много геймплейных фич на то время не давали игрокам заскучать. Игра выглядит хорошо даже сейчас, не говоря уже про 2007 год. Играли в неё тогда в 480p, сейчас же в сборнике она лучше на до Full HD. Хотя катсцены в игре остались уж точно не в Full HD, но такое ощущение, что её всё равно улучшили фильтрами. В этой игре достаточно качественные анимации, модельки и многое другое. Настолько качественные, что выйдет и Марио Галакси в 1080p сейчас, то вы бы даже не подумали о том, что это какая-то старая игра. Так как игра выходила на консоль Nintendo Wii, управление курсором в игре осуществлялось пультом. А как же быть со свечом, если, например, сучат тебя в док-станции, в руках только один геймпад. И мне очень понравилось, что они адаптировали управление, и даже переменяли его полностью. Теперь курсором ты управляешь с помощью геймпада в любой момент, с помощью гироскопа. И, как ни странно, это очень удобно. Прям мне очень понравилось. В портативном же режиме можно управлять пальцем. Хотя это не особо удобно, тебе нужно отрывать одну из рук с консоли и начинать тыкать в экран. Ну, не очень, конечно, но всё равно прикольно, что так сделали. Игра отлично играется по сей день, просто хороший порт. Большинство людей купил этот сборник именно ради этой игры, и, в принципе, улучшенный порт Марио Галакси в 1080p и 60p вполне оправдывает одну треть цены сборника. То есть мне не к чему придраться. Очень хороший порт. Очень хорошо сделали управление с геймпада. А теперь, пожалуй, перейдём к игре, которую я проходил самое большее количество раз. Игра, которая давно уже стала мемом в интернете и считается классикой. Как же я говорил, это самая первая попытка сделать полноценный 3D-платформер с неким открытым миром. Сама игра не идеальна, но как сам первый 3D-платформер, совсем неплохая, раз люди играют в него до сих пор. Ну что ж, насколько Нинтендо улучшила эту игру в сборнике? Посмотрим. Это, ребята... Это капец какой-то. Начнём с того, что единственное улучшение этой игры в сравнении с оригиналом это увеличенное разрешение до 720p, которое всё равно не Full HD и на мониторе выглядит не очень. И перерисовали иконки, всякие там картиночки. Ребят, это жесть. Дело в том, что для того времени это было нормально. Но раз игры пытались улучшить в этом сборнике, то просто необходимо сделать было хотя бы 16 на 9. Эмулятор уже давно-давно умеет запускать Mario Full HD 60fps 16 на 9. Причём, мощности для этого вообще не нужно. О, кстати, забыл сказать. К слову, все игры в этом сборнике запущены на собственном эмуляторе Нинтендо. То есть, это не игры с нуля написанные для свеча. Это запущенные через эмулятор ROM с внутренними улучшениями. Да даже фанатский порт этой игры на 3DS работает 16 на 9. На секунду! У 3DS всего 128 мегабайт оперативной памяти и просто ужасное в плане процедительности железо. Почему тут я вижу этот квадрат, который, повторюсь, даже не доходит до низа и верха экрана? Чтобы масштаб 720p сохранить? Класс! Также во многих, даже древних эмуляторах, была фишка сглаживания просвета текстур. Здесь этого нет. Вот просто посмотрите на эту гору. Посмотрите на вот это вот... Я не знаю, как это назвать. Это капец. И такие пропасти в текстурах вы будете видеть на протяжении всей игры. Я понимаю, что раньше так играли. Я понимаю, что на то время не было опыта в 3D-играх. Но это улучшенный порт. Почему в старых эмуляторах всё это есть, а в официальном порте от Nintendo за деньги этого нет? Что мешало растянуть эту игру до 1080p? Давайте подумаем логически. Может тот факт, что Switch бы не потянул, сразу бред. Сейчас бы игру с Nintendo 64 не потянуть на Switch'е? Окей. Может невозможность растяжения этой игры в 16 на 9? Тоже бред, эмуляторы давно уже это имеют. Я уже показал пример с CD со всем остальным. И самым логичным будет ответ. Разрабы просто хотели показать, как эта игра шла раньше, чтобы мы получили экспириенс, как люди играли раньше. Окей. Этот довод имеет место быть и вполне логичен. Ну тогда почему Мариус Саншайн растянули, а Мариус С4 нет? У меня просто не осталось ни одной догадки, почему так. Ладно 30 FPS, хрен быть с ним, игра вполне себе хорошо играется и в 30 FPS. И хотя любой древний эмулятор уже может 60 FPS даже больше, но пофигу. Почему даже дистанцию прорисовки объектов не повысили? Ну они же залезли в ром игры, перерисовать иконки, поднять разрешение, еще какую-то фигню сделать. Почему бы не увеличить дистанцию прорисовки объектов? Ну вот смотрите. Драги и монеты прорисовываются практически вплотную к Марио. Это особенно бесит, когда тебе, например, нужно запустить себя в точном круг из монет, а ты их не видишь, потому что они банально не прорисовываются. Могли бы сделать так, чтобы Марио не становился куском полигона в паре метров от камеры, например, еще могли же сделать 100 улучшенный порт. Это на 64 Nintendo. Надо было память экономить, потому что вообще не особо много было ресурсов. Но здесь-то почему бы это не улучшить? Да и почему в самой начальной заставке даже нам показывается эту игру в широком формате? Чтобы поиздеваться, что ли? Я не пойму. И это все дополняет тот факт, что ранее выходила игра Super Mario All-Stars на SNES. Вышла она в 1993 году, и там все игры полностью переделаны. Изменены спрайты, фон, переписана музыка, вообще разные игры, просто с тем же уровнем. И потом выходит сборник почти с тем же названием, и в нем мы видим это. Я не прошу улучшать текстуры, хотя на самом деле любой графодрочер бы умер, увидев, например, этот уровень. Я не прошу исправлять кривость управления или самой игры. Например, вот я просто иду, да, и... Ну, вы поняли. Или часто проигрываешь тупо из-за дурацкой камеры, которая уперла в стенку, и ты ничего не видишь, и ты ничего не можешь делать. Ну вот, серьезно, вот камеры в этой игре порой вообще убивают весь геймплей. Ну, или просто кривость движения персонажа. Чтобы это исправить, нужно было переделать полыгры. Это я понимаю. Еще начали бы фанаты ругаться, что вы с игрой сделали, а не канон. Сама игра Mario 64 классная и интересно играть даже сейчас. Но именно этим портом я вообще не доволен. Просто ужасный порт. Он точно не оправдывает свою часть суммы сборника. Фух. И какие же выводы мы можем сделать? К Mario Galaxy у меня вопросов нет. Все замечательно. У Саншайна хороший порт, но сама игра как-то мне не особо понравилась. А вот Mario 64, при том, что игра хорошая, порт отвратительный. Прям фу. Из-за такого порта Mario 64 сборник точно не оправдывает свою цену. Но с остальными двумя играми все отлично. Покупать это или нет решает только вам. Есть деньги и желание, берите. Не денег и желание, не берите. А если есть желание и нет денег, грустно, что так. Эх, сборник-то самое неплохое, но Mario 64 как ложка дегтя просто. А, ладно. Вот такой вот обзор. Кстати, у этого сборника ограниченное издание и купить, допустим, через года два вы его не сможете. Не понимаю, правда, чем это делать. Наверное, не хотят показывать свой позорный порт Mario 64. Ну, на самом деле, всем понятно, что вы создаете такой искусственный спрос, такой агрессивный маркетинг. Ну, в общем, всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok